Владимир Зулкин, вот моя пресс-карта, я журналист, хотели бы взять у вас интервью. Вы даете добровольное согласие на записи, публикацию нашей беседы? Да, публикация мы... В YouTube. В YouTube на мой собственный канал, но он не заангажированный канал, он не относится к каким-либо там правоохранительным органам или вооруженным силам, это отдельный канал. Да или нет, вы вправе отказываться или соглашаться. Дай вам сейчас. А что, рассказывать надо будет? Все, что вы захотите рассказать. Давайте, Иван, да. Даете, пожалуйста. Да. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут. На все вопросы, которые вы не хотите отвечать, вы можете не отвечать. Можете задавать даже встречные вопросы. Представьтесь, пожалуйста, как вас полностью зовут, дата рождения, где вы проживали. Ну, или до Обжилев, Мурат Меметович. Еще раз можно? Обжилев, Мурат Меметович. Обжилев. Обжилиев. Обжилиев. Да. Да, Марат. Марат Меметович. И отчество. Меметович. Через Т или через Д? Меметович? До ВИЧ. Нет, через Т. Метович. Хорошо. Где вы проживали? 30-й, на 4-й, 19-й, 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 19-й. 19-й, на 4-й. 30-й. 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 0-4-й, на 99-й. Где вы проживали? В городе Керчь. В городе Керчь. Расскажите, как вы попали в плен? Ну, ехал в составе колонны. Где вы проживали? Ехали, ехали. В засаду попали. Начали оттуда уходить. Был опять в засаду. Вот так вот попал. Ну, взяли обычные охотники. У нас было 11 человек, получается. Не хотели охотников убивать. Как говорится, они люди, мы люди. А сколько в вашем подразделении было людей? Кого у нас? Как вы зашли в Украину? Ты не знаешь, сколько людей было. Ну, в моем вот БТРе было лично 9 человек. Ну, вы говорите, это вы отдельно БТРа, может, с моим ушком, получается? Не, там мы в составе колонны какой-то шли. Ну, а как вы попали, вот вы говорите, в засаду, и на вас вышли охотники, как-то отлично? Ну, в составе колонны шли, сперва поступила команда. Получается, зашли всего в этот, в город. Ну, как мы пыли, нас люди просто пустили. Что за город? Баштанг. А-а. Впустили в баштанг и просто начали так в пальцах брать. В этой баштанге что делать? Начали оборону занимать везде, где можно было. Так. Держали, держали оборону. В итоге нашего старшего машины, командира отделения подстрелили. Уже как бы, что делать? Все начали уходить, и нам пришлось. Ну, что мы там, 9 человек, я считаю, что 8. Один подстреленный, девятый. Что мы сделаем-то? Начали тоже, БТР бросили. Прыгнули, там какая-то пушка была. Мы на нее и за город уже уехали. Просто начали со всех щелей лезть. Кто со всех щелей? Ну, вражеские люди. Вражеские люди? Ну, как еще надо? Вот, кто в этой ситуации выступал агрессором по вашему мнению? Т.е.с. они, да. Вы в какой части служили? Как ваше подразделение называется? Ну, в разведбате я был. А в Че? 126-я. 126-я? Да. Это в каком городе она была базировалась? В Симфероболе. В Симферополе. Вы зашли... Ну, для нас Симферополь – это как бы аннексированная территория, по сути, часть Украины. Но вы для себя же, наверное, понимали, что вы зашли на территорию суверенного государства. Ну, потом да. Потом да. Так кто в этой ситуации выступал агрессором? Мирные жители, которые брали вас в лицо? Или все-таки вы, которые зашли на БТР? Это, наверное, блин, ну, как я думаю, что мы, наверное. Я понял. Хорошо. Что посоветуете людям, которые сейчас идут в Украину? Как вы, я имею в виду военнослужащим? Есть какие-то советы? Так, блин, пускай там Путин там сам как-то, я не знаю, решает эту проблему. Это нашими руками он крутит, воротит всякие дела. Мы сейчас всегда еще отдуваемся. Путин-то сам не возьмет, на БТР не сядет, не поедет деноцифицировать Украину. Он как раз такими руками, как вы, и ваши, и решает. Как вы думаете, это нормально вообще? Ну, вся вот эта вот история, что вы, человек 99-го года, вас сюда прислали, вы не поняли зачем, как я понимаю. Ну да. Потому что истории все почти одинаковые, и попали в плен, и вот сейчас вот здесь вот находится, это нормально, что вы руками, как вы, Путин пытается решить какую-то свою задачу? Да не, наверное. А как вы понимаете задачу, которую пытается решить Путин? Это вы знаете, как мне иногда задают вопрос, вот зачем ты сюда зашел? Да я откуда знаю зачем. Мне приказ поступил, вот вы должны вот эту колонну сопроводить. Я сопроводил. Дальше какая-то, чего, зачем, почему, я уже не знаю. Нам сказали, вот эту колонну надо сопроводить туда-то. Мы сопроводили, все. Дальше, что там дальше, я уже хрен его знает. Потом сказали, вот эту колонну надо туда сопроводить. Мы ее тоже сопроводили. Дальше вообще, я хрен его знает, что еще. сейчас у вас телекамер есть телевизор то не нет доступа к информатному не знаете что у нас произошло в украине за последние то слышно что-то перемога когда еще что-то а чё куда прямого хрен знает перемога что вы имеете ввиду под этим словом но просто очень много людей мирных погибло и очень много зданий домов мирных разрушен вы знаете об этом ты не есть что-нибудь добавить выше сказал ты не я благодарю вас за интервью у нас есть как бы да человек уже сказал что он не хочет